Перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня в предыдущем ролике, где-то вот тут вверху подсказка вылетит и посередине скриншот, что у меня проходит конкурс на 3 места по 250 тысяч. Лайк, коммент, подписка и все. Коммент, да, с вашим ID в АК, чтобы если что я отписал. Итоги в следующую субботу, так что берите участие, выигрывайте. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Иван. И сегодня я вам расскажу, что же выгоднее, банк или бизнес. Так что присаживайтесь поудобнее, приятного вам аппетита и смотрим и дос. Какой все-таки червон офигенный. Есть, конечно, очень много косяков, но смотрится он прям кайф. В этом красно-черном цвете вот этот главный косяк. Напишите, пожалуйста, можете узнать, как ты его. Конечно, можно поверх него наклеечку какую-нибудь залепить, но вот так вот, такой вот скриншотик, вот топчик в общем. Короче, начнем с того, что вам надо накопить бабки, как это тупо не звучало, но да. Начнем с того, что в банке каждый день 12-30 по МСК приходит процент, 1% от суммы в банке. То есть, если у меня 25 миллионов, то мне придет 250 тысяч. Но прикол какой, что в банке максимальное количество денег, которое может быть, это 25 миллионов. Ну, вернее, не 25, а 24, 999, 999. Потому что, если будет 25, ну, будет писаться, что у вас очень много денег в банке, и вам того процента не будет приходить. И поэтому, может, кто замечал, очень много людей на сервере катаются с бабками на руках, как и я перед тем, как покупал червон. Вот. И каждый день в 12-30 будет переходить у вас процент. Выгодно, прикольно, да. Но если вы развиваетесь, это прикольно. Но многие, типа, говорят, что со времен сампок, может, кто пришел... Да. Может, со времен сампок, кто пришел, типа, лучше в бизнес, это же бизнес, лучше вкладываться в бизнес. Но нет, здесь не такая политика в сампе. Потому что каждый день на бизнес приходят бабки, ну, типа, смотря какой бизнес, 20 тысяч выплаты, 30, 60, 90, 120. Но это без 120, да. Но максимум, вы там с комиссией, если 30 тысяч в бизнес, вы можете вывести, вынести, вернее, 27 тысяч рублей. Если у вас 90, вы можете или 81, или 83, я, честно, уже не помню. Вот. То есть, есть комиссия маленькая. А теперь, в чем прикол? Давайте плюсы банка. Ну, банк, то, что вы заработали денег, поставили в банк. Все нормально. Если вам прям хочется что-то купить, ну, не можете вы накопить фулл банка, говорят все. Можете в любой момент снять с банка денег, что-то купить себе. Или тюнинг, или скин, или тачку, или домик. Вот. Но с бизнесом так же не будет, потому что вам надо будет найти покупателя, т.д. и т.п. А сейчас рынок бизнеса в это очень-очень-очень дорого. Плюс то, что в любой момент вы можете закинуть бабки, снять бабки, купить что-то. Это вообще очень-очень-очень-очень хороший плюс. Плюсы бизнеса, что у вас есть каждый день доход. Но в чем прикол? Например, у вас фулл банк, как у меня, да, например, 25 миллионов. И у меня есть еще там 13, или до покупки чаруана у меня было 100 лимонов. И типа, они считаются как пассивные деньги, потому что вы, типа, с них ничего не зарабатываете. Они просто лежат у вас в банке до какого-то момента, пока вы что-то не купите. Я думал, может купить бизнес. Но если бизнесы продавались по ГОСКИ, так как стандартный бизнес на 120 тысяч выплаты, по ГОСКИ стоит 4 миллиона, бизнес на 90 тысяч стоит 2 миллиона, бизнес на 60 тысяч 1 миллион, бизнес на 30К стоит 500 тысяч по ГОСКИ. В чем проблема? Конечно, надо покупать. Но если сейчас цены на бизнес 120К вроде 40 или 37 миллионов, 90 вроде 18, 60, короче, 60 где-то 12, а 30 где-то стоит 6 миллионов. Типа, какой смысл, если 6 миллионов, которые мы бы потратили на бизнес, это в банке каждый день приносит 60 тысяч выплаты. Но если мы будем покупать бизнес, нам будет приходить каждый день 27 тысяч, потому что за 6 миллионов мы только 30К, а с 30К там еще комиссия. Короче, 27 тысяч рублей в день, если с бизнесом, или 60 тысяч, если в банке. Но, еще раз повторяю, если у кого есть там лишние деньги, например, пацана в фулл банк, 25 миллионов, да, и у него есть деньги, и он не планирует в ближайшее время ничего не покупать. Он себе купил бизнесы там по скидке или еще где-то, купил бизнесы себе по, например, по 120 тысяч выплаты, и у него есть 3 бизнеса по 120 тысяч выплаты, это 360 тысяч, ну там будет 330 плюс-минус, еще с банка 250, 500 и чуть-чуть тысяч, просто каждый день, почему бы и нет, неплохо. Так что, на начальных стадиях игры лучше не покупать бизнеса, так как делаю я, или если можно купить бизнес в одном случае, если цена очень-очень занижена, и можно его купить и перепродать, или просто вы нашли его по гос, тогда берите. Ну, если брать в перекупов, это очень дорого и невыгодно, вы просто всерёте деньги, и потом его будет очень-очень-очень сложно продать. Так что, как итог, лучше класть деньги на банк, а потом, когда у вас будут лишние деньги, можно и туда купить бизнес. Вот и все. Ну, с вами был Иван, всем удачи, пацаны, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok